Согласно указу управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева, во Дворце культуры сегодня проходит тактика специальное учение по теме ликвидация пожара в здании с массовым пребыванием людей. В теории работники культуры хорошо знают, что надо делать в случае возникновения пожара. Во Дворце культуры есть соответствующая инструкция. Ее должен знать весь персонал. В здании произошло возгорание, либо задавление имеющейся территории. Это первое. Второе. Я должна оповестить как руководитель начальника своего подразделения, в данном случае Управления коммунальных и социальных объектов, о том, что действительно вот такой случай у нас произошел. Во всяком случае сообщить обо всем происходящем. Дальше. Принять меры по эвакуации и спасению людей. Вот это, пожалуй, самое важное и самое главное, что мы должны сделать. Ситуация осложнится, если в здании будет массовое пребывание народа, но если речь идет, например, о каком-то мероприятии, тем не менее во Дворце сегодня существуют все необходимые и контакты, и ресурсы для того, чтобы эту эвакуацию правильно провести. Эти все пункты сегодня и будут отрабатываться на практике в рамках учений. В Большом зале Дворца культуры, по легенде, идет концертная программа для детей. На самом деле ребятам показывают обучающий фильм, чтобы они знали, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В это время, по легенде, начинается пожар на сцене, звучит пожарная сигнализация и начинается эвакуация. В считанные секунды к зданию Дворца культуры прибывают пожарно-спасательная и медицинская службы Северского трубного завода. В здании два пострадавших. Один прямо за кулисами, второй в малом зале. Их быстро находят спасатели и передают медикам. Сегодня у нас стояла задача помочь пострадавшим во время тужения пожара. В ДК Северского трубного завода было двое пострадавших. Один с ожогом кистей и другая пострадавшая с отравлением угарным газом. Значит, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Значит, оба пациента были помещены в машину медицинской службы и доставлены в городскую больницу для дальнейшего прохождения лечения. Несмотря на то, что это спланированные учения и был четкий сценарий, все же было место и импровизации. Дело в том, что пока шла эвакуация и пожарные делали обход здания и искали пострадавших, один из работников культуры решил вернуться на свое рабочее место, чтобы взять необходимые вещи, которые оставил в загоревшемся здании. Этого делать ни в коем случае нельзя во время пожара. И ответственные за проведение учений решили обыграть эту ситуацию, сообщив по рации, что в здании есть еще один пострадавший. Тут же начались его поиски. Неожиданностью для спасателей это не стало. Ну, вот здесь больше для ДК это было шоком. Для нас такого не бывает. Мы все равно уже даже после любого пожара еще раз сделаем, ну, так называемый контрольный осмотр или разведку на поиски пострадавшего. Потому что это, ну, не исключено, что правдой или неправдой может человек там оказаться. То есть все равно делаем контрольный осмотр. То есть для нас как бы такого шока не было. После окончания учений все собрались в малом зале, чтобы провести разбор полета, обсудить, что получилось и что можно было сделать по-другому. На градообразующем предприятии прекрасно понимают то, что они ответственны за безопасность не только на производстве, но и на объектах соцкультбыта. Ведь что во Дворце культуры, что в физкультурно-спортивном комплексе очень часто много посетителей и особенно детей. Организуя вот такую тренировку, мы лишний раз ищем ответы на вопросы, что мы еще не доделали, что мы еще не сделали, что еще не купили для того, чтобы в этих зданиях было безопасно и комфортно. Поэтому вот сегодняшняя тренировка, она как раз таки показала, что в общем-то мы готовы к неприятностям. Самое главное, мы сделали и делаем профилактику этих мероприятий, которые предполагают то, что люди первые, они знают, что надо делать в случае, если случится пожар. Второе, это руководители понимают и организуют ревизию оборудования. Я специально обращал на это внимание. Поэтому комплекс мер, которые прежде всего предотвращают. Ну и самое главное, знать это хорошо, а знать и уметь это, собственно, решение. Поэтому мы отработали сегодня еще и умение. Мы посмотрели, были небольшие недочеты, мы над ними поработаем, отредактируем инструкцию по организации эвакуации и тушения пожара в здании Дворца культуры. И дай бог, чтобы у нас только проводились учебные тренировки, которые, я думаю, будут еще и в будущем времени. Стоит также отметить, что этим учением предшествовала серьезная подготовка. Был подготовительный этап, на котором были проведены рекогностировка, работа с администрацией Дворца культуры по подготовке к этим учениям, разработаны документы с их стороны, с нашей стороны, со стороны пожарно-спасательной службы, проработана инструкция по технике безопасности на учениях, это все доведено. Такого рода учения наглядно демонстрируют, насколько сегодня службы и работники Северского трубного завода готовы к внештатным ситуациям. Кто-то скажет, что они уже знали, что будет тревога и были готовы к ней. Однако ключевое слово здесь – готовы. Сегодня все показали свою готовность и четкий план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Константин Миронов. Новости. Твой день.